привет я дарья поздняк сегодня у нас прямой эфир как рисовать акварелью я буду рисовать гриб белый гриб с фотографии сразу же сейчас сделал подготовительный рисунок карандаш я не взяла поэтому буду делать сразу акварелью возьму какой-нибудь цвет светленько почти водичкой так вот так такой у нас будет грибок здесь не надо супер супер выводить потому что грибок это живая форма может быть кривовато даже если вы где-то ошибетесь ничего страшно хорошо теперь я хочу начать со световых ярких мест то где будет поярче это у меня ухо светлое или ухо желтое что-то такое буду рисовать сегодня по почти по сухому наверно все может быть мне где-то захочется подмочить и кладу какие-то светлые места края смягчаю так вот здесь на ножки тоже у меня уже ухо с водичкой хочу светлые места положить где-то вот эти выкусы у него повреждения светлые значит я положил можно и в принципе было оставить белой бумагой но мне захотелось их потом начать набирать так теперь я хочу класть вот это вот то что у него под до шляпкой беру черный у меня сажа газовая я ничего не имею против черного если вы правильно используете правильного черного вот с этой же охрой живу не в чистом виде кладу его вот сюда встык ведь он красиво потек кладу здесь и в каком-то месте эту шляпку на заднем фоне мне на не очень нужно резко я ее чуть-чуть могут смягчить и этим же цветом прорисовать по шляпке что еще мы можем прорисовать сейчас она мешаем мы посмотрим еще у меня есть проблема что стол трясется я его вчера выравнивала выравнивала и он все равно меня муж такой такие столы называют каучиноги хотя по мне так это самое удобное но что с этой тряской делать пока не ясно ножки крутил крутила но разные туда-сюда лучше не стало к сожалению так и другой кисти можно немножко смягчать край чтобы не отвлекаться я беру вот другую кисть окунаю воду вот она мокрая я ее салфеточку так промакиваю и потом этой влажной кистью краешком касаюсь к тому сухому мазку и вот он начинает сплавляться мягко так мне понадобится третья кисть добавлять где-то ухачку чтобы каждый раз не промывать ту кисть здесь хочу доделать низ шляпки она тут от зрителя отворачивается кстати также я считаю что можно класть акварель достаточно густо если это определенный чистый цвет как здесь я ухо положила вот это дает более интересную поверхность и если особенно вы по мокрому кладете она так туда чуть-чуть как бы вплавляется вот и краешек мы чуть-чуть чуть-чуть смягчаем вот так хорошо давайте теперь шляпку значит делаем темным темным не здесь кстати по шляпке у нас слева в теневой стороне мы попадаем практически в этот же тон вполне можно вот так себе позволить сделать вот и теперь давайте добавим туда я хочу через красный это писать это у меня краплак с этой же сажи газовой образуют мое любимое сочетание вы кстати можете заметить я хочу он коричневые цвета я в палитре их нет у меня есть что-то изохор но я имя тоже мало пользуюсь здесь уже надо начинать писать и сразу же смягчаю края и здесь обязательно пока это все не высохло и не стало очень жестким так и нужно туда какие-то ухры что туда нужно быстренько положить пока не высохло вот это кстати сочетание краплак с сажи газовый рядом с какими-то оранжевыми такими кирпичными неважно какой там цвет возьмете это у меня не знаю что такое наверно ухо красное вообще мне очень нравится тенциановый наверно тенциановый это вот это они рядом эти два цвета смотрятся просто бомбически не только тот цвет который мы кладем важно важно еще рядом с чем мы укладем так хочу теперь ухачки туда добавить так и надо посмотреть как у нас вот здесь переходит одно в другое на они в наверно в в в в будет все-таки переходить. Можно еще, если не очень место такое, не понять, как его делать, можно сделать вот так. Капну туда водички, и водичка сама разберется, с пигментом и сама там все смоделирует. Так, теперь, чтобы свежесть была и звонкость на шляпке, я этим же цветом темным еще разочек пройдусь здесь, чтобы, во-первых, они с оранжем, который еще не высох, объединились, начали там друг в друга затекать. Вообще, я не знаю, что у нас там соседи делают в соседнем доме, у меня открыто самое дальнее окно, но оттуда какие-то жуткие звуки все время доносится. Все время доносится. Вот здесь все-таки нужно сделать более активный край, чтобы было понятно, что это передний план, а это задний. Немножко можно другим цветом это разогнать. Охра вообще не укройстая какая-то, какая-то никакая, как я ее не набираю, но все равно никакая. Хорошо, давайте пойдем к ножке теперь. Так, у меня комментарии, оказывается, есть. Круто. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли желтый кадмий изменить желтым из семейства азопигментов? А что такое азопигменты, я не в курсе. Видите, кадмий желтый. Если из Невской палитры, то кадмий желтый, по-моему, он именно так называется. У него какой-то состав плохой. У меня, по-моему, это ауриолин одна, а вторая лимонная. А вот этот, по-моему, ауриолин. Сейчас я вам скажу. Сейчас 5 сет потрясется, наверное. Мы его туда обратно заслоним. 253. Да, ауриолин. А та лимонная. У них ауриолинчик, он потеплее, чем лимонная. Вот. Ну и потом его подтеплить можно чем-нибудь, если надо. А лимонная, она базовая, она, в принципе, нужна. Так, хорошо. Буду рисовать ножку. Вы напишите, напишите, что такое азопигменты. Так, ножка. Сейчас хочу взять с темного начать. Конечно, черный в чистом виде мы не используем. Это понятно? То есть я его использую на смесях, так как он однокомпонентный и прозрачный. По-моему, прозрачный. Он очень хорошо себя в смесях проявляет. Так. Тут надо будет быстренько сейчас разгонять, чтобы не высохло. потому что, может, по-сухому рисуем касание проходиться. Пусть не со всех сторон мазочков, но кое-где хотя бы, чтобы не было ощущений. Кстати, вот этим вот тоном тоже можно моделировать. Так. И мы всю теневую сторону не можем одним цветом закрашивать. Нам все равно нужно добавлять туда другие цвета, другие оттенки. Чтобы это было более живописно, чтобы не было от краски. Поэтому чуть теплее, чуть холоднее. Разные оттенки. Мы добавляем. И смягчаем. Так. Окей. Теперь. Теперь. А. Вот что. Вот что. Фон надо сделать. В Невской палете используется ИРУ35, ИРУ35, ИРУ3, ИРУ35, 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 ИРУ35. Часкать не знаю. П. ЕУ это желтый, а П. Забышь, такое П. Я не очень понимаю, что вы говорите. Я так прям не помню эти все цифры. Я для себя выбрала цвета хорошие, которые меня устраивают. Про них какие-то обзорчики снимала. Напишите мне куда-нибудь в инстаграм или вконтакте. С вами обсудим. Я открою, посмотрю, что там за цифры. Так, я на память, конечно, не помню. Я выбрала для себя цвета, которые по составу мне подходят. Которые минимально компонентные и прозрачные. И их себе в палитру как бы закупил, их использую. Периодически проверяю какие-то новые у Невской палитры цвета. Но прям все цифры не помню. Хорошо. Так, у меня компьютер убрал мою картинку. Молодец, конечно. Вот эта сторона, значит, ножки у нас теневая. Она касается к фону. То есть это темнее, фон светлее. А с этой стороны наоборот. И нам вот в эту сторону нужно сейчас фон подложить. Значит, я смочу фон. Так, если мы гриб напишем без среды, будет беда. Объема не будет. Так, и теперь в касание мы кладем. Давайте что-нибудь похолоднее возьмем. Не знаю, не будет ли индиго сильно выпиваться. И кладу его именно в касание. Заодно моделирую силуэт в касание к ладу. А дальше разгонять или не разгонять, это я уже смотрю. Может, мне не надо разгонять. Может, я и не хочу. Может, я и не хочу делать темный фон. И поэтому я только его акцентно сделаю вот здесь. Так, ну и здесь сюда, конечно, его надо провести. Пока у меня этот же оттенок. Намешаем, чтобы его не потерять. Это у меня не падающая тень. Это просто... Это просто... Что это у меня? Нет, вот сюда... Ну да, у нас же свет падает оттуда. Значит, вот это в тени. Значит, сюда пойдет падающая тень. Но мы ее еще... Мы ее сейчас по акценту немножко сделаем. Здесь край я тоже смягчаю. И нужно сделать какой-то акцент. А, не туда. Не туда. И обязательно-обязательно смягчаем, потому что я заранее не подмочила. Я очень сильно акцентировать на этом не буду. Азопигменты, пигменты на основе, азокрасителей. Нет, это очень сложные для меня термины. Я ничего не нарисую, если буду сейчас о ней думать. Так, хорошо. Давайте дальше. Значит, нам нужно вот здесь завершить. У меня какая-то земля, грязючки немножко на нем. Я в какой-то момент очень сильно занималась изучением вот этих всех пигментов. И так как я уже привыкла не верить никому на слово, и всю свою жизнь, и вот сколько я рисую, я рисовала акварелью, и получала грязь, и желтый в сравнении, желтый в смеси с фиолетом не давал серый, желтый в смеси с красным не давал оранжевый, желтый с синим не давал зеленый, а все давал грязюку и фигню, в общем, давала. Вот, и когда я вот эту вот тему, которую продвигала тогда Елена Базанова, она ее не так давно тогда продвигала, когда я услышала, я такая, ну подождите, ну ладно, давайте попробуем. И давай пробовать. Вот, и тогда я действительно поняла, что да. Так что вы у Елены Базановой посмотрите, я думаю, что она все знает. В тот момент, как раз примерно, может быть где-то через год после того момента, Елена Базанова я как раз там сама порисовала, купила краски, провела свои эксперименты, убедилась, что да, это все так, мне очень понравился этот подход. И через какое-то время я пошла к ней на мастер-класс. Вот, и она тогда говорила, что пишет книгу, книга должна скоро выйти. Но прошло несколько лет, что-то там явно не сложилось. Книжку мы очень ждем. Вот, может быть, она уже вышла, пока я не заметила просто. Может быть, она где-то на подходе. Не знаю. Но Елена Базанова очень большая молодец, потому что благодаря ее деятельности Невская палитра подарила нам такие классные новые цвета. Сколько лет не было цветов хороших. И вообще как бы все стояло на месте. А сейчас Невская палитра выпускает и выпускает. Причем не абы что, а выпускает именно хорошие цвета с хорошим составом, которые являются альтернативой дорогих всяких. Там шминки, например, мы покупали с рулем вот такого примерно цвета. Это у меня уже, по-моему, Майская или какая-то, в общем, из Невской палитры. Очень похожий цвет. Нет, это у меня, да, это, наверное, мятная у меня, та чуть более голубая, там меньше зеленого. Но точно такая же есть какая-то, нет, не майская. Какая-то есть в Невской палитре голубая. Обалденный цвет. Почти такой же, как у шминки, но в десятки раз дешевле. Поэтому мы, конечно, очень-очень рады, что такой человек работал, работает в тандеме с Невской палитрой. Я душно из-за этого шума мне пришлось закрыть окно, и у меня проявился мой кашель. Все нормально было. Так, хорошо. Теперь у меня очень вырезаны вот эти хвостики у гриба. Сюда бы мне бы их чуть-чуть бы, вот так хотя бы. Вот отлично. Чуть-чуть их сюда вплавить. Хорошо. Теперь какой-то маленькой кисточкой, маленькой, не очень маленькой, наделать какую-то фактуру, не фактуру. Но эту фактуру тоже нужно туда сажать, чтобы она не была. И желательно, чтобы у нее еще был разный цвет, немножко разный все время. И разный тон. Чтобы она более богатым образом туда. Я, конечно, не специалист на грибах, не в сборе, не в рисовании. Поэтому могу. Кстати, это не белый, если на нем есть такие точечки, наверное, что-то у меня. Хотя нет, фиг знает. Не знаю, в грибах я не специалист. Так как видите. В��омPressен период. website. Рецепт. Рецепт. Продолжение следует... Так, и немножко сильно дробность у нас образовалась. Чтобы ее убрать, надо пару больших мазков положить, чтобы как-были стернуть. Желательно, чтобы они были максимально яркого цвета, чтобы не было такого, что они уйдут в грязюку. Чтобы там было не больше двух пигментов. Желательно тот же цвет, что у нас был. Немножко объединить. Так, окей. Нужны какие-то завершающие штрихи. Немножко объединить. Чтобы не было обводок, что-то положило, я это разгоняю. Так, а я смягчаю. Так, здесь вот еще. Чтобы это не было обводкой, мы как бы линию выводим, а потом обязательно разгоняем. Так, иначе будет как будто мы просто обвели. Кстати, можно немножко вот так сделать. Так, и вот эта вот патона очень сильно выпадает. Мы ее сейчас потемнее сделаем. Потому что она же там еще как-бы в тени. И шляпка от нас отвернута. Вот она тициановая. Здесь чуть-чуть хочется тоже тон поднять. Ставлю подпись. А с вами была Дарья Позняк. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!